Год спустя белорусский борт номер один снова встречают в аэропорту Душанбе. В сентябре 21-го президент представлял нашу страну на полях ШОС. Его тогда принимала столица Таджикистана. А с официальным визитом Александр Лукашенко был здесь целых 4 года назад. Пандемия скорректировала темп обмена визитами, но, очевидно, тревога перед COVID-19 не сравнится с опасениями о болезнях мира, которые онлайн едва ли решить. Впрочем, как и не обсудишь все на крупных мероприятиях. Потому, несмотря на встречу на саммите ШОС в Самарканде и неформальное общение глав государств СНГ в Петербурге, Александр Лукашенко и Эммали Рахмон сочли необходимым этот визит. В аэропорту все атрибуты официальной церемонии. Рота почетного караула, красная ковровая дорожка таджикистанского производства, к слову. Но не исключено, что к следующей встрече на ее месте будет произведенная белорусским предприятием здесь. По крайней мере, такие планы есть у предприятия «Витебские ковры». Очевидно, о таком намерении глава государства в курсе. И пока он проводил переговоры с премьер-министром Таджикистана, бизнес круги двух стран работали над реализацией этого и десятка других проектов. С утра в Душанбе работал белорусско-таджикистанский бизнес-форум. Важно присутствие на рынке Таджикистана нашего холдинга текстильного «Витебские ковры». В 2020 году страна ввела дополнительный ввозной импортный акцесс 30%, после которого нам работать и коммуницировать, скажем, экспортировать данный вид продукции на данный регион стало сложно. Скорее всего, даже невозможно, потому что цена, соответственно, неконкурентоспособная. Поэтому в этом году мы создали, буквально в сентябре зарегистрировали совместное предприятие белорусско-таджикское, в рамках которого мы планируем совместить некоторые технологические процессы и выходить на данный рынок через кооперацию технологическую. Представлены фактически все сектора экономики. Это и машиностроение, металлургия, продукты питания, деревообработка, легкая промышленность. Поэтому переговоры между бизнес-кругами – это тот новый задел, который даст еще дополнительно в товарооборот нашу копилку совместных проектов. Прошлогодние показатели товарооборота в 126 миллионов долларов и нынешний в 40 за полугодие вызывают вопрос – почему так мало? В свое время ускорение взаимодействия придали президенты двух стран. Открытие сборочного производства МТЗ в Гесаре стало первой ласточкой, как говорят здесь, образцом кооперационного сотрудничества. В Гесаре собирается и собственная продукция, но мы только пока тракторы. Может быть дальше будем рассмотрим сборку плугов своих, завода шестерен. Посмотрим, что будем дальше делать. Здесь активно работают наши трактора специально для хлопка. Поэтому модельный ряд у нас широкий. Пока мы работаем в основном для сельского хозяйства. Мы рассчитываем на технику для дорожных работ, для коммунальной отрасли. Кстати, к нынешнему визиту планировали открытие еще одного совместного предприятия – белорусско-таджикистанские отношения. Выходят за рамки купи-продай и делают крен в сторону кооперации. Но объективное обстоятельство – отложили открытие молочного производства здесь на чуть более поздний срок. Хотя до конца года обещают управиться. Что касается первого молочного завода и совместного проекта, то в принципе он уже на выходе практически. И таджийской стороне было очень важно и интересно, чтобы по белорусским технологиям здесь на месте выпускалась качественная молочная продукция. Таджийскую сторону интересует наш скот. Мы уже порядка тысячи голов поставили в этом году различных пород – и мясного направления, и молочного. И дальше продолжаем работать. Сегодня племенное предприятие наше государственное будет подписывать с крупнейшей компанией договор на поставку еще дополнительно на 1 миллион долларов. О готовности взаимодействовать можно судить не только по количеству представителей деловых кругов, но и по составу официальных делегаций, прибывших во дворец нации, где Александр Лукашенко встречал Эмамали Рахмон. Но прежде чем приступить к разговору об экономике и не только, насладитесь кадрами торжественной церемонии. Так вот, вместе с главой белорусского государства приехала внушительная часть правительства. Но прежде чем их пригласят на разговор в широком формате – беседа президентов тет-а-тет. Валерий Александрович, добро пожаловать в Таджикистан. Готов сегодня обсудить с вами состояние, пересекли наши взаимоотношения, а также международные и региональные вопросы. Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, уже не в первый раз, что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают у Петра по самолету, ну как долететь? Как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплые отношения, не только к нашей делегации, членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Мы постоянно прорастаем в товарообороте. Конечно, мы можем значительно больше, особенно в это непростое время. У вас есть интерес не только в Беларуси, но и дальше там. У нас большой интерес в Таджикистане, но, как мы когда-то с вами поставили задачу правительству, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих статей. Белорусской продукции, совместного производства продукции соседние страны очень нуждаются. И что-то подсказывает. Речь шла не столько об экономике, сколько о событиях в международной повестке. Нагадки журналистов президенты подтвердили сначала, когда приступили к переговорам в широком формате. Отрадно, что наши оценки текущей ситуации у мира новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран. Происходящие события в международной политике указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой многополярной системы. Развили тему во время совместного заявления для СМИ, но прежде церемония подписания двусторонних документов. Их с десяток и в самых разных сферах. От глобальной дорожной карты сотрудничества до 2026 года до положения совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Подводя итоги, Мамали Рахмона характеризовал белорусско-таджикские отношения как поступательно развивающиеся. Несмотря на геополитическую турбулентность, мы находим силы и ресурсы поддерживать друг друга шаг за шагом. В ходе переговоров мы сделали особый акцент на проблематику региональной безопасности. Отметили резкое возрастание угроз безопасности, в том числе терроризма, экстремизма, наркотрафика, киберпреступности и транснациональной организованной преступности. В этом контексте обвинялись мнениями по ситуации, которая складывается в Афганистане на южных рубежах СНГ и Йода Кибер. Высказались за продолжение тесной координации между профильными ведомствами и специальными службами двух стран в различных форматах. При обсуждении актуальных вопросов регионального и международного характера высказались за дальнейшее активное взаимодействие в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других международных структур. Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул искренность и доверительность взаимоотношений между двумя странами, да и между ним и коллегой. У нас общий взгляд на мир, и мы этого не стесняемся. В эти неспокойные дни наши страны последовательно поддерживают друг друга и на международных площадках. Убежден, что и далее будем следовать этому принципу. Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану, если это мы можем сделать, если это интересует нашу дружескую республику. Это красноречивый штрих к портрету белорусского президента. Там мы не наживаемся на чужих сложностях и к своим партнерам относимся уважительно. Эгоизм точно не о Беларуси. Мы с вами не один десяток лет вместе работаем, мы уже старейшины, ну вы дуаин, вы сейчас у нас главный человек в СНГ, мы это все признаем, ну и я там рядом с вами, поэтому от нас многое будет зависеть в развитии СНГ, наших постсоветских республик. Время сложное, но кризисы для того и существуют, чтобы их используя мы стали крепче. Мы к этому готовы, уверен, что Таджикистан так же. На такой позитивной и дружеской ноте завершился день во Дворце нации в Душанбе. Дворец нации – это официальная резиденция президента Таджикистана. Здесь проводят протокольные мероприятия и встречают зарубежных гостей. В случае с президентом Беларуси это лишь начальная локация для общения, в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать уважение и статус гостя. Но Александр Лукашенко и Мамали Рахмон знакомы давно и прекрасно ладят, потому свои беседы они продолжат уже в неформальной обстановке. Ну а завтра оба лидера отправятся в Казахстан. В Астане пройдет саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Беларусь выступает наблюдателем. Кроме того, там же запланировано заседание Совета глав государств СНГ. Что ж, следите за повесткой, которая из локальной становится глобальной.